так ребята я жду поздравления купила огромный телевизор себе в комнату жду вову чтобы мне установил телевизор ой коробка перевернута но ничего я вам прочитаю panasonic серия mx 700 23 года телевизор перевернуть это что-то но это я сама не разбираюсь в этом во мне помогал выбрать вот такой только что он стоит мне нужно помочь чтобы его собрать у меня не было вот этой полки для телевизора она вообще-то низкая потому что моя кровать вот как для инвалидов здесь она высокая нужно повыше но другого варианта нет потому что объясняю интерландах купить мебель вообще можно за 10 бесплатно найти раздают но тяжело ее доставить мне некому ее привести вот так что у меня здесь простите весь порядок я радуюсь и жду вову через час примерно полтора он будет у меня и поможет мне все прикрутить ножку вот здесь вот это вот подставка и мы поставим ее на эту полку мне кажется и надо период она такая тяжелая только что ее буквально там по коридору с одного другой конец тащила чуть не лопнула все такое стекло но наверное и перед ну перевернуть на на другой стороной ждите продолжение друзья вова пришел собираем телевизор принес мне букет в реке рада 2 вы получить такой букетик красивый друзья вот вова приехал уже будем собирать телевизор смотрите какой красивый уже осенний букет я от него получила обожаю острый просто обожаю и эрберы спасибо особенно приятно получить от брата все погнали собирать телевизор ну да напротив могу лишь как конечно ребята снимаем пленочку я хотела с вами ой начепляется типа к распаковка телефона ребята вы мне там спрашивали комментариях буду ли разговаривать на украинском языке в ютюбе я разговариваю буду на своем языке у меня суржик вот дома много разговариваем с родителями на украинском всегда поэтому когда в видео попадает такого даже попадает разговор на украинском это я просто с братом говорю ну вам все понятно и так тумбочка маловато и немного низко но на первое время пойдет надо давай фай приключить хотя бы youtube час а потом и netflix тумбочка ну да тумбочка похоже как украине у нас дома скупия такая кутата в комнате на киеве но он даже скрылась но и на украине а я даже не знаю Субтитры делал DimaTorzok Портулак? Нет, 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 другая листья. Здесь куча странных таких продуктов. Один евро ананас. Постоянный хочет. Тут два манго на евро, там было три. Что-то дорого. В общем, в каждом таком отделе есть что-то по евро. Смотришь, там огурцы евро килограмм, там перцы болгарские по евро килограмм вначале. Они такие большие, классные. Подают такую во фритюре рыбу, морепродукты. Все говорят, зачем снимаешь? Я снимаю свою жизнь и делюсь то, что у меня есть. У меня сейчас так, дом, рынок, продукты и иногда мои размышления о жизни. Кому не нравится, ребят, не смотрите. Зачем вы усложняете свою жизнь? Смотрите, что нравится. Выбор есть везде. А вот тут все будет недорого. Вот так сравнительно должно быть. Хотя нет. Да, нормальный шматок. Обычно в Альберте там 6-5 евро будет такой шматок стоить. Ты хочешь половинку? Давай. А ты как и пробовала сир? Это классный. Смачно? Кубаски нас угострили. Доброе дичь это. А с круто там получается килограмм? Ммм, как-то улучшает. Хорошие штанишки. Здесь это марокканский рынок. То есть в основном темные люди ходят, такие всякие другие. И я. Ну, мне не привыкать. Ну и в Боланце тоже есть поляки, украинцы. Здесь намного дешевле. Я когда скучаю по рынку в Маладсе, сюда прихожу. Это совсем другое, но вот эта вот суматоха рынка, все продукты. Люди разные, интересные все, то я прихожу. Так, ребята, здесь вот. Да, цебулька хорошая. Цебулька, лук. А по-голландски будет как? Уй, 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 уй. Укропчик, а не моя. Я хочу укропчик. Не знаю. Да, пахнет непогано. Хорошо даже. Да. Вот тут, друзья, смотрите, какие перцы. Зеленый, белый, красный. По 1 евро. Смотрите. Кроксы какие. Такой щелокий. И еще. Сумочки. Как мило. Кто там нас зовет, ребята? Я была по делам. Теперь у меня вечерняя прогулка по красивейшему парку. Я вас сюда водила уже не раз, но еще не устану приводить и смотреть на птичек. Здесь еще знаете, что вечером очень много с этих кустов выглядывают, выпрыгивают именно кролики. Дикие кролики. Дикие кролики. Не зайцы, потому что у них такие большие уши, а кролики. Это так прикольно. Какие птицы все попрятались. Молодые люди гуляют, взрослые. Смотрите, как круто. О, класс. А воздух? Уф. Я бы вот так и жила. Не отказалась бы. Насколько сильно меня любят комары кусать. Последние посиделки у меня были возле моего общежития вечером. У нас был такой пикник. Руководство нашего общежития для престарелых организовывало и для нас, как для беженцев. И, ух, какое небо, ребят. Вживую намного красивее. Сейчас включила такой режим, что качество немного более портится. Но я могу захватывать большую территорию. Ну, как бы, да, издалека вам лучше видно. Там у меня было где-то 70-70 и укус я остановилась. Так меня искусали комары. Буквально там за ползара часа. Теперь я всегда с собой ношу пшикалку по телу. Но от нее реально кружится и болит голова. Вот это вот запах такой неприятный. Нет, только вечереят. Если мне где-то надо вечером быть, я пшикаюсь. Потом с одной мыслью сижу. Как бы побыстрее вернуться домой и покупаться. Смыть это все. Вот. И даже комары меня не пугают. Я бы вот здесь жила. Собакой гуляют. Здесь были черные лебеди. Вот именно на этом озере. Но что-то их уже нет. Жалко, у меня очень много времени нет. Я бы здесь бродила и бродила. Парк огромнейший, необъятный. Я когда-то с Вова и с братом своим здесь потерялась. И потерялись вечером. Я помню, иду, иду с ним. Начинаю я. Два раза старше Вова, чтобы вы понимали. У нас 15 лет разница. В общем, я иду. Но телефон садится. Адрес только есть. Интернета. У него телефон не садится, но у него интернета не было. У меня. Интернет у меня был. Я раздавала его. Класс. Фотку сделала. Я его раздавала. И у меня паника. Потому что я в чужой стране. Не знаю, куда я. Не знаю, что где-то рядом. Но куда я тебя не соображаю. Вова говорит. Не переживай, я с тобой. Он у меня золото. Нос. Фу-фу-фу. Но такой парень повезет кому-то. Кто будет за него замуж? Он ответственный, добрый, порядочный. И мужественный. С детства, когда он был малюсеньким, упадет. Я же его выненчила. Пока не поехала учиться. И не уехала жить в Ереван. Ох, было время. Молодость моя. Друзья, я помню, вспомнила Завову. И я когда уезжала. Ему было там 5-6 лет. Я уезжала в Ереван. И он такой. Котя. Ну, Армения, да. И он путал. Маленький, 5 лет. Возьми меня с собой в армию. Я хочу в армию с тобой жить. Вон мой хвостик. И что хотела сказать. Вот упадет. У нас частный дом. И такие камни выложены. Ой, эта птица испугалась. Камни выложены. И там можно споткнуться. Они такие неровные. Неровные. Моя дорожка. Здесь. Они типа неровные. И можно хорошенько пасть. И он падает. Глаза красные. Хочет плакать. И не плачет. Смотрит на меня. И на кого-то. Не дай бог, чтобы кто увидел, что у него слезы. Вон там лавочка есть. Смотрите. Вот тут. Вот. Что-то в моем телефоне. Какие-то настройки. Я. Телефон у меня, вы знаете, крутой. Скромности. Скромности я не отличаюсь. В данном случае. Крутой, потому что я купила. Он был самый последний модель. Из Samsung в зимой. S23+. И тут он классно фотографирует и снимает. Все максимально супер. Просто надо иметь пользоваться. А я все время как настрою. То слишком темно, то слишком светло. Я творческий человек. У меня все так хаотично. И я не разбираюсь. В этом все. Смотрю в книгу, вижу фигу. Главное всегда улыбаюсь. Ребята, скоро у меня будет, надеюсь, новая работа. Через месяц. Нелегкая. Но чуть получше того, что есть. Поэтому ваши пожелания, хорошие молитвы мне не помешают. Я знаю, что 99% мне все люди желают добра. Как и я вам, мои любимые. Так что, держите за меня кулачки. Еще хотела сказать, девчата. Я уже не раз говорила про свои любимые блески. Но это просто не очень, не так дорого по цене. Вот Клоринс. Клоранс. Я взяла вот такой оттенок 16. Просто всем подойдет. На видео вижу он более такой коричневый. Вживую коричнево-розовый. Губы увлажненные. Я по акции брала здесь. Если парис. 14 или 15 евро. Надолго хватает. Просто всем советую. Подойдет. Я думаю, блондинка. Берю на такой универсальный. Губы всегда ухоженные. И нет вот этой вот липкости. Я не люблю матовые помады. Они мне внешне очень нравятся. У меня они есть. Моя подруга Катюша. Катюш, тебе привет. Обожает матовые. Она меня на маковские присадила. Я вот несколько купила. Шикарно смотрится. Визуально я обожаю себя. Но ходить в них не могу. Какие бы они были классные. Как бы я при этом не увлажняла губы. У меня хватает там на часа два от силы. Через полчаса я уже думаю, как бы их собрать. Какое небо. Вах. Вах, мамачан. Слышу где-то. Вот тут лавочка. Что-то тут у нас. Ой. Мапедист. Мальчик, девочка. Вот там ребята с собакой. Вот там. Здесь уточки. Сейчас фото сделаю. И вам покажу. Вот почему-то, видите, я приближаю. Оно почему-то становится как будто... Какое-то молочное. Ой. Не знаю. Ой, там есть. Уйти-пути-пути. Хороват, иди здесь. Ой, друзья, как круто. Слушайте, я вам говорила или нет? Не знаю. В последнее время у меня мало времени снимать. И я... У меня нет монетизации уже, наверное, месяцев пять. Совсем. Я не могу проводить стримы. У меня там куча жалоб написали. Мои доброжелатели в скобках. Поэтому я не стримлю. Ну и времени, если честно, нет. Ах, как красиво. Ребята, присела на лавочку. Ну, сейчас присяду. И слушаю. Смотрю на это небо и слушаю классную песню. Эта песня... Слова не помню автора, не буду умничать. Ой, я еще так люблю свои эти кроссовки салатовые. И разноцветные носки одеваю, чтобы прям было видно. Чего прикольно. Кроссовки, смотрите, еще запачкала. А то сейчас в кусты залезла. Лазила здесь, но трава мокрая была. Дорогая пропажа Исполняет Овик Хачатрян. Ну, такой не слишком известный. Ну, в Армении, думаю, известный. Но на всем постсоветском пространстве. Шансонье. Кстати, его не стало уже год, наверное, как в живых. Обожаю эту песню. Музыка Авертинского. Слова не помню у кого. Потом посмотрю. Надо запомнить. Даже у белой любви Наступает конец. Ребят, там, я забыла, здесь такое место, что нет интерната. Я думаю, как это? Нет интерната. Ну, то есть не тянет, не может не тянуть. Сейчас выйдем туда. Ну, короче, не пойдем. В следующий раз спешу. Темнеет, боюсь. Я как будто, слушайте, в детстве мечтала вырасти, быть свободной. Там живут люди. Быть свободной и решать, что хотеть, куда делать. А пришлось так все, боюсь, боюсь, боюсь. У меня же родилось год козы. Это точно мой характер. Я упертая и трусливая. Два в одном. Со мной не скучно. Самой себе даже. Давайте с тобою. Где тебя отыскать? Дорогая, тебя пропажет. У меня есть наушники. Вокруг меня сейчас никого нет. Хочу с вами поделиться. Балдин.